Всем привет, ребятушки! Вы находитесь на канале FIFA by Girls, с вами Марина и мы продолжаем карьеру, убыстренную карьеру пока что за Вудхэм, мой клуб, который я сама создала. Убыстренная она для тех, кто пропустил, объясню, потому что там у меня очень медленно, ну, длился бы сезон очень долго, по три игры за серию, да, по четыре, но меня это не устраивает, потому что хочется убыстрить и приблизить чемпионшип. В чемпионшипе уже будем играть все игры и, надеюсь, если выйдем в АПЛ, то также все игры, ну, может быть, по пять, по четыре, чтобы убыстрить КПЛ. А тут вот Лига 1, Лига 2, ну, вторая потом первая, надеюсь, мы тут пройдем их с успехом. Полетели! Против Экзетера я сыграю с помощью симуляции 15 место у команды, надеюсь, сейчас разберемся с ними на раз-два, ну, посмотри, как у меня все устали невероятно. Пожалуйста, Вудхэм, пожалуйста. 3-0! Болден, Флейминг и Гейон, между прочим, забивает. Я об этом просто мечтал, спасибо, что дали мне шанс играть в основе трейдер, мне не терпится показать всем, что я могу дать команды. Я под впечатлением. Блин, что-то он расстроенный какой-то. У нас там доступен отчет, да, был? А, ух ты, это из Ирландии. Да, подпишем, этому откажем. Ух, вот это тоже неплохое, Джейсон Малони, подпишем, пусть их пока поизучают. Сейчас самых топовых выберем, значит, у нас доступен отчет. Хорошо. Наш англичанин готов работать. Давай во Франции нападающих поищем. Из Бельгии, мы там кого ищем-то? Защитника? Нет, отказать. Брайан Петти, прикольно, у тебя прическа и фамилия, но отказать. Не, из Бельгии вообще пока ничего. О боже, из Германии тоже. Ну вот посмотри, Саша Юнг, у него неплохой потенциал. Правда, цена не очень, но ладно, подпишем пока что. Фрис Хоффман, это, кстати, брат-близнеца нашего фрейминга, мы его пока переведем. Ладно, пусть поизучают вот этих ребят. У нас сейчас 13 очков отрыв. Ну это нормально, это хорошо. Лоутон? Так, наш Лоутон. Нет, 25 лет ему. Пусть он у нас пока будет, он пока с нами. Я пока не готова с ним прощаться, хоть и деньги, по идее, нужны, но нет. Тренер года Диего Симеона, дамы и господа. В январе уже объявили. Быстрый расчет, на выезде играем. Проиграли, вот мы и проиграли. 2-0. Ну, сейчас, наверное, настрой всех упадет, но ничего страшного. Блин, Севенейш 19-го места нас обыгрывает, и уже разница 10 очков. Так, все готово. Они играют в 5 защитников, но у них уставший правый фланг. Стопс, Бамбула и Боуден. Стена, значит, стен. Значит, через левый будем пытаться нападать. Они устали. На первом классе играем, Дэвид Рок судит. Ну что, полетели? Пока качели. Туда-сюда, туда-сюда. На месте Перри. Да какого фига? Да какого фига ты не успеваешь? Вот этот вот... Мой левый защитник, он не успел, потому что он у меня резервист. И не часто играет. Но вот тут вот им... Хотя силы должны были быть. Ну, все были здесь ужасно. И левый защитник, который почему-то решил протупить. И товарищи на втором этаже. Я, наверное, может быть, даже цапника уберу. Да блин, перекладина, ну флеминг. И опорника поставлю. Вот, наверное, схему надо поменять. Но у нас нет опорника. Будем искать в следующем сезоне. Может быть, пока поиграем такой схемой. Обалдеть! Один! Один был совершенно десятый номер. Да, Олдхэм. Всегда нам неприятности приносит, ребят. Ну, вот, к сожалению, сейчас... Поражение чуть ли не второй подряд, да, будет, если учесть, что мы по симуляции проиграли. Да ты запарил! Ну, ты запарил, правда, Боуден, блин. Как же ты задолбал? Серьезно, блин. Решила за него отдать, потому что нифига бы он не забил. Ну, он бы не забил, он не умеет, блин. Он еще и пас не может отдать. Как ты задолбал? Нужен кук, а он уставший. И его нет даже на лавке. Один есть. То я и не ожидала, что он даже забьет. Такой был ближний угол. Ну, Джек, главное, молочина. Отыгрались они с этим Боуденом. Ой, ну это... Это удивительно, что он забил с такого расстояния. Ладно. Вратарь там проспал эпизод, получается. Так, Гвест. Да ты что? Там же ворота перед тобой были. Плохая подача, что ли? Ну, Джеки, Джеки. Я думаю, он там ногой, честно, сыграет. Он вышел головой, но... Сейчас будем замену делать. Правда, не знаю, кого... Чего выпустить. Хорош. Ну, куда ты, блин? Почему? Почему ты не тому отдал? И почему так все тупо подключались? Это, конечно, скилл моих товарищей. Они вообще не понимают. Они вообще не понимают, что я хочу. Не успевают. Торн вместо Пинто пойдет. Гийон вместо Гэста. Не знаю, будет с этого толка или нет. Варга. Блин, Флеминг вообще не заметен. Варга на ЦАП пойдет. Он, кстати, может, судя по всему. Все, три замены. Давай, давай, Вудхэм. Давай, я тебя прошу. Посмотри, ну посмотри, не может убежать Флеминг. Ты что с тобой сегодня? Он пас получает и не может никуда вообще рвануть. Его тут же накрывают. И начинаются эти глупые, блин, поиски партнера, которого нет поблизости. Давай, Варга! Ёппересоты, а? Ну куда ты такое делаешь? Ну что ты творишь? Ребята мои, в деревья, деревья. Вудхэм. Не, ну это... Ну что я могу сделать? Я не знаю, как бить за них, если они с таких эпизодов косячат. Ну, ладно, значит, проиграем так проиграем. У меня... Я тут бессильный, правда. Я очень стараюсь, но мне тяжело. Обалдеть. Обалдеть. Берри, блин, Берри. Берри, спасибочки. Варга. Попытка номер два. Теперь во вратаря. Классно ты вышел, конечно. Намного лучше Боудена, но... Где реализация? Где? Как говорил герой Ди Каприо в Титанике, когда ничего нет, нечего и терять. Да! Два-два! Джек такое сказал! Из Титаника. И Флеминг забил. Так, ну два-два, ребят. Я возвращаю баланс, но это жесть. Это очень жестко. Вы почему-то попадали они, хотя еще есть время играть. Но это же... Эта команда... очень тяжелая, очень сложная. Очень тяжелая, очень сложная. Я даже опасаюсь сейчас их. Надо сейчас просто мяч забрать себе и попытаться просто подержать его. Три минуты добавил. Так, хорош! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ты, блин, такое? Боже ты мой! Что с тобой не так? Просто пас отдай! Два-два, ребята! Мы на последних минутах вытащили эту ничью. Я очень нервничаю и психую, правда, но... Я не знаю, как это с улыбкой воспринимать, но только так и остается, блин. Ну да. Ладно, два-два. А по их джи я представляю. Я представляю, они должны были... Хотя... Мы должны были выиграть. Ничего себе! У нас было больше ударов. Ну ладно, поражение. Теперь ничья. Значит, следующая будет победа. Посмотрим. В игре или... Или в симуляции. Так, а вот Роланда я бы продала. Этот товарищ меня не радует совершенно. Халл-Сити? А мы за сколько можем продать его? За 670? Ну давай еще за 650 попробуем сторговаться. С тиграми? Ну не в чемпионшипе, по-моему. Все, мы договорились по поводу Роланда. Ну все, давай, надеюсь. Надеюсь. Это все-таки на 15 месте команда. 3-0. Лане, который вышел вместо Гвеста. Флеминг и Флеминг. Ну... Флеминга продавать нет. Это наш Тащер сейчас. Так, Берри. Вратаря Либера апнул. Максимум своей походу получил. Все. Да ладно, давай таким составом. Блин, я очень надеюсь. Мы, правда, на выезде. Но наш крепкий состав. 1-0. Гвест забивает. Гвейон. Кстати, Гвейон. Он не вызывает у меня. Уверенности? Ну блин, слишком молод. Его можно потом дороже продать. Я вот не пойму. Он что-то как-то... Он вообще не развивается, ребят. Он на ЦФД как был, так и остался. Да, у него, естественно, большое будущее, судя по тому, что писала FIFA. Ну вот по плану развития. Пипец. Он вообще не развивается, ребят. Он очень странный тип. Он не развивается нигде. Вот тут он тоже не развивается. В принципе, я бы его продала, ребят. Честно. Я бы его продала. Потому что... Определенно можно с него. В следующем сезоне деньги срубить, конечно. Ну что-то меня вообще не устраивает. Что человек сидит на этом ЦФД позиции и не меняется. Я попробую подороже продать. Ну в принципе, это наш бист. Давай за пять. Значит, меня пошлют. Если нет, то потом продадим. А, ну и все. До свидания. Ладно, Гийона потом продадим. Я не знаю, почему этот человек не развивается. Вот правда. Ну Флеминга опять кто-то хочет. Шеффилд. Мы отклоняем. Потому что, во-первых, час до конца он не продастся. А, во-вторых, ну как мы сейчас в середине сезона избавимся от нашей движущей силы. Брэд Морли. 15 лет, между прочим. Ну давай. Он тут у нас развивается вообще? Инвертированно. Ну, кстати, может быть, да. А, нет. Стейси. 15 лет тоже. Ну, ладно. Эти все ребята развиваются. Загар. Я не понимаю, что с ним. Он что-то у нас... Он не особо развивается. Пока 15 лет. Оставим его. Малоуни. У нас очень много левых защитников. Очень много. Вот, я ему инвертированного дам. У нас, оказывается, не развивался так. Коул. 17 лет. У него хороший потенциал, но... Не, ну пусть. Но сейчас если заплачет, я от него избавлюсь. Хоффман. Нет. Блин, ну этот Хоффман... Нет, ребят. Хоффман пока. Коулс. Плеймейкера может играть. Ну, давай тогда попробуем тебя на... Не на инвентированном, а на... Атаке. У-у-у-у. Да, уж попробовали. Нет, значит, это защитник. Он... Нет, у него вообще-то левая нога. Давай его на левого защитника переучим, конечно. Юнг. Так, в принципе, 5 звезд. Ну, давай. Юнг у нас точно вообще защитник? У него по перехватам не самое. Ну да, он ближе к защите. Но инвертированного. Пейдж. Ну... Типа развивается. Но у него неплохой потенциал. Рейли. Рейли. До свидания. Другой юнг. Между прочим, он может и цзшником быть. Ну, в принципе, рост позволяет. Тут надо ему, конечно, перехваты качать. Если ты будешь цзшником. Ну нет, давай лучше на цпшника. А цпшником, наверное, он не... Да. Перехваты. Ну давай. Якори покачаем. Не знаю, насколько нам нужен напорник сейчас. Ну пусть развивается. Фрейзер. Он такой сильный чувак. Рейно. Развивается. И Хан Хайде. Вот какой-то у нас есть форвард. Давай покачаем ему ловкача. Скорость завершения. Посмотрим. По разгону, ну да. А нога качается при этом слабая. Вот не качается, но да ладно. Окей, едем дальше. Трансферное окно закрыто. 565 миллионов там потрачено. Отчет скаута обновлен. Из Франции. Мы ищем нападающего. Нет, сразу бестов будем смотреть. Мне вот с этими ребятами возиться неохота. Так, Бристель Сити. Надеюсь, мы сейчас их обыграем на симуляции. Доступен отчет. Кстати, вернулись наши товарищи. Из Бельгии. Ну вот. Давай подпишем. Не знаю, это вратарь вообще. А мы там в Бельгии любых искали, что ли? Нет. Из Германии. Ральф Бауэр. Ну у него неплохой потенциал и неплохая сейчас цена. Ну давай подпишем. Ну давай, отправим наших скаутов. Шотландцы давай в Англию снова отправим. Давай поищем любых. Ну вот абсолютно любых в Англии. А этого турка отправим. Так, а где у нас хорошие вратари бывают? Вратари бывают хорошие в Германии. Там вратарей поищем. Не знаю уж, кого он там найдет нам. Так, с Бристолем мы должны его тут просто выносить, этот Бристоль. Сейчас полурезервом, надеюсь. Справимся. Ну этот Мишель, смотри, он опять тоже не развивается человек. Тоже человек не развивается. Обалдеть, обалдеть, конечно. Я ничего не могу поделать, ребят. Абсолютно. Ну давай. Пять защитников, может скроем? 1-1. 1-1 просто. С Бристолем. С последнего места команды. Ну. Окей. Опа. У нас рейтинг доверия-то упал. Так, с Солфорда будем играть. А почему у нас рейтинг упал? 67? Я не знаю, с чем это связано. Мы не заигр... Почему? Очень высокий приоритет. Но мы же подписали двоих. Мы заигрываем, ребят. Тут сделали задачу. Но не дошли до этого кубка, но... Если меня уволят, я буду просто угорать. Сыграем против Солфорда. Поехали. Рейтинг 67. А если он будет 60, у меня... Меня просто уволят, интересно? И на каком основании такой рейтинг низкий? Я же на первом месте иду. Ладно. Попробую разбери эту фифу. Солфорд много пропускает, нам пишут. Хотя они тоже ошибаются. Да! Какой голясо хороший! Кто забил-то? Кук! Повар наш забил. Обалдеть, ребят! На шару ударил. Ладно. Давай руководство. Смотри. Ребятки-то на первом месте идут. Пинта, Голеву и... Ну, это вратарский, мне кажется, гол. Ладно. Колумб Кук забивает. Пятый гол его. Ой, блин. Ну, совершенно один! Ну, где оборона? Ну... Ну, это же невозможно. Ну, нельзя же так играть. Ну, посмотри. Ну, где оборона была? Вообще никого нет. Нет. Сами! Сами потерялись. Морис нам забивает. Никем не усилились? Может, поэтому еще руководство психануло? Я не знаю. Ну, что это такое? Обалдеть! Ну, такие не берутся. 2-1. Это Асанта забивает нам этот. Он очень хорош. Он очень быстро. На ля... Джек и Ланне быстро. Тяжело. Пинто. 2-2. Португалец забивает. Он хорош. Он объем работы выполняет нормальный. Хорош. Без опорника играем, ребят. Наверное, в следующем сезоне надо... Хотя, атакующего тоже было бы неплохо. Но... Может, атакующие на фланге пойдут. Гийон! Да! Я не знаю, почему, но Гийон, а-ля Лукако. Он такой мощный. Он может забивать и умеет это делать. Он может побороться там. Но вот, к сожалению, что-то еле ковырнул. Но спасибо, Флеминг. Нужное время в нужном месте оказался. Пока что 2-3. Вот тут вот... Ну, тяжеловат он. Тяжеловат. Не выключились из эпизода, мои парни. Ё-моё! Ну, один! Фух! Берри, Берри, какой ты молочина! Ну, один был. Совершенно. Джеки. Да! Паузу сделал Джек, потому что понимал, что сейчас унесется вперед. Может быть, чревато. Манолас переходит от Энхэм, нам пишут. Он же в роме, на самом деле, да, играет? Ну, ладно. Пусть идет от Энхэм. Он... Он на хороший защитник. Так. Вот тут вот. Оп! Пауза, пауза. И чуть-чуть засеменил. И... Хорош. Только вышел. Первое касание. Гол. 2-4. Нет. А вот могут в FIFA, если такая тема, что рейтинг доверия падает, могут они писать, в чем проблема, там, руководство типа со мной свяжется. Да, провал. 3-4. Лунд. Капитан забивает. Могут они так делать? Или же я должна сети догадываться. Ну, какие-то задачи мы не выполнили, но все же. Ну, вот тут посмотри. Ну, да. Бетс уже карточку поймал. Ну... Давай Варга вместо Кука. Что-то... На цапнике, кстати, он может. Что-то Кук... Пусть лучше отдохнет. Он... Спасибо ему за голясу, конечно, но лучше так. Ой-ой-ой, Асанта травму получила. Надеюсь, не сильную. Ой, Асанта заменили. Блин, мы его сломали, что ли? Ну, не хотел мой игрок этого делать. Ну, что ты, блин, будешь делать, а? Ну, что ты будешь делать? Фух. Брукс на последнем рубеже. Этот пацан в шоке, как и все. Весь стадион, тренер, все в шоке. Брукс подставляет ножку и... Ба-бам. Теперь Брукс и Берри спасают. Так, ну, Солфорд насел на наши ворота. Насел. Блин, Джек, не надо было трогать мяч, он же уходил. Я вообще за него не играл, а он сам. Я не понимаю иногда логику игроков, зачем они трогают мяч, когда он уходит. Квест! Да как? Ха, рука! Давненько ее не было. Ну, все. Это все. Не знаю. Давай. Такое не возьмешь. 4-4. Как мять запарила. Боже мой, а? Ну, эти руки, это все. Не везет нам. Ну, ладно, в Лиге 2, в Лиге 1 повезет, надеюсь. Алан Янг судит, Вуд Парк Стадион принимает Форест. Грин, поехали. Флеминг. Надо. Есть. Есть такая буква, быстрый гол от нашего нападающего. Ну, тут вот чуть-чуть его хотели оттеснить, но он оказался устойчивым. Йопарасетет! Погляди, они на третьем месте, они не могут забить нам. У них уже пару моментов было. Ну, надо забить. И забивают, подожди, это автогол, что ли? Потому что Боуден не мог так пробить. Флеминг радуется, потому что с его подачи пошло. Ну-ка, дай посмотрим. Повторчик, пожалуйста, в студию. Боуден, вот, пасует на Флеминга. Флеминг отдает на Боудена. Мне надо посмотреть еще. Вблизи. Да, это автогол, походу. Очень неестественный мяч полетел. Да, Мур Тейлор, автогол. О, боже. Ну, это провал. Это провал, блин, мы его такие не забиваем, они забивают. 2-1. По-моему, единственная их атака и сразу гол. Фланг. Hello, фланг. Прям под нашим Берри. Надо забить еще, они нам дают бить. Да, мы не реализовываем свои моменты. А надо бы. Хорош! Да что с тобой, Флеминг? Блин, и вратарь здесь. Они ошибаются? У них какая-то паника. Ну как, Флеминг, ты не забил-то? Посмотри, посмотри, что происходит. Я просто расстроюсь невероятно, если мы сейчас еще победу упустим с такой игрой. Мы просто не забиваем. По их джиму уже на 5, наверное, наиграли голов. Берри спасает. Так. Джек, спасибо, Амварга выйдет. Все, давай. Давай, Вудхэм. Надо победу здесь одержать. Какие-то проблемы у нас с руководством. Надо победу одержать. Морально даже. Подбодрить себя. Давай! Давай, Торн! Нет, тоже ничего не может человек. По-моему, вышел же только что. А, нет. Да, вышел же, по-моему, только что. Что творит этот вратарь, мой красавчик, а? Ай, там так мимо ударил, ты не вратарь! Ставь точку. Все. Поставил. Ну, ребят, это очень тяжело. На мировом классе. Просто потому, что оборона играет моя не самым лучшим образом. Опа! Куки! Не, ну посмотри на это. Хотя посмотри на это! Ой, хорош! Хорош! 4-1. Наконец-то включили отопление, и сейчас здесь будет тепло. Я задолбалась мерзнуть, честно вам скажу. Приходил мастер. Сейчас отходил ненадолго. И он мне сказал, что я включил вам отопление. Я говорю, господи, спасибо. Ребята, это хорошо. Я чувствую, тепло пошло. А я заказала радиатор. Привезут скоро мне. Ну, через несколько дней радиатор. Дополнительный обогреватель. Ну, пусть будет, лишним не будет. А теперь возвращаемся к этой вселенной. Итак, ребятушки. 4-1. Форест Грин, я говорю, он очень плох. Он в обороне очень плох был. Мы просто не реализовывали наше преимущество, к сожалению. Вот теперь что-то пошло. Гвест. Мы обыгрываем их 4-1 уверенно. Во втором тайме уверенно. Они наошибались достаточно. Колл с левым защитником стал. Ну, давай. Перехваты. Вот, инвертированного. Да. А Гийон, Гийон. Апнул правого вингера. Он и справа, и слева может. У него левая нога, но он и может и на правом фланге. Все. Пинта капитанит. Полетели. Не знаю, не знаю, в чем проблема моей команды для руководства. Ну, может быть, это... Ну, рейтинг с каждой игрой все ниже и ниже. Вот в чем проблема. Может быть, это все так, знаете. Временно. Не будем этого бояться. Ничего не боимся. Мы мчим. Ё-моё, Ковэлл! Вдалека к тебе там. Что ты сделал? Что ты сделал? Опыта не хватило. Он на лавке, как правило, сидит. Ну, блин. Ну, пф. Ну, это на ровном месте. Забыл. Ну, короче, этот наш... Колвилл, да. Блин, Колвилл, Колвилл. Ну, да, он очень расстроился, наверное. Ну... Так, ну мне не нравится, что... Пинать? Колвилл сегодня определенно провалил эту игру. Повезло. Колвилл, Колвилл. Я его, кстати, покупала. Но я чувствую, что это была неоправданная покупка. Надо, надо, надо флеминга запустить. Вратарь почему-то стоял. Если бы он выбежал, то это всё, была бы труба. Ну, атака 1-1. Брависсимо. Вот, смотри. Кук Колвилл, по-моему, отдал, да. Пф, вообще прям в упор сблизился, почему он остался стоять на месте. Давай, ты очень быстрый. 1-2. Фредерик Флеминг. Как его продать? Ну, это возрастной игрок, уже 31 год. Скоро ему будет 32-33. Наверное, потом продадим. Следующая зона у нас останется. Это наш такой... Некий Джейми Варди. Но, к сожалению, он уже возрастной. Было бы ему 26-27 лет хотя бы. Ну, 28, не знаю, но... Показатели будут у него вниз уже падать. Вот в чём проблема. Либо мы найдём какого-то хорошего нападающего. В молодёжке сейчас мы ищем. Либо купим кого-то. Аааа. Пинта, пинта. Гийона заменим на... На Варгу... Нет, на Гвеста. Торн вместо Бетса. А Варга вместо... Лане. Вот так вот. Три замены. Фланги освежим. Один-три. Это Кук забил. Ну, замечательный удар. Бей. Неудачно. Ну, ещё играть 15 минут. Хотя вот Кук... Вратарь. А мог дубль класть. Ну, с углового хочу забить в коем-то веке. Опа! Вот, кстати, Колвел и... Реабилитировался в глазах болельщиков. Пинальти привёз. Защитник наш центральный бил. Ну, так в руку, да, наверное, рукам. Флеминг. Ну, давай. Как-то он, я помню, не забил. А тут даже вратарь угадал, но он справился. В той игре тоже 4 забили. Ну, хорошо. Забиваем по 4. Я вот так сделаю, потому что у меня уши устают от наушников. Хоть и наушники удобные, но вот устают уши, да. Ну, всё. Мы тут сейчас доигрывать будем. Главное не пропустить. Не хочу много пропускать постоянно. Ну-ка, Варга, давай. Бей. Вратарь. Вратарь справился здесь. Блин, они его качают на раз-два. Ух, опасненько бил. Спасибо, Бейрин. Ну, как он так провел? Дай я посмотрю повтор. Ещё полтора минуты играть. Опять провалились тут? Ну, это нормально. Да, прям так легко развернулся. Ударил с разворота. Фондоп. 5 ударов. Флеминг 4. Ну, всё, ребята. Поздравляем. Наш замечательный клуб Вудхэм. ФК. С победой над Хартлпулом. Молодцы. Коул. Что-то они все расстроились, но... Я не могу всех заигрывать. Вот так вот, давай. Быстренький расчёт. 5-1. Кук, Пинто, Флеминг. Коул и Гюйон. Так, обновлён отчёт из Франции. Ну, давай, подпишем. Здесь откажем. Здесь откажем. А вот, смотри, неплохой Бенджамин Этьен. А мы здесь ищем кого? Нападающего? Почему он там... А, это Вингер, он так, да? Как будто защитник. Ладно, подпишем. Так, в Академии как дела? Вратарь Гиен. Не, ну... 184 сантиметра. Надо было сразу кикать. Этьен. Ну, кстати, разгон очень хороший. А, может... Слабая нога 1. Может быть, он нападающий тут будет, а не защитник. Да, может, наверное, на Вингера, на правого, переучиться. Вот тут посмотрим. Скорость у него хорошая. Вот этого Этьена запомним, но у него статы слабые. Ну, ладно. Бауэр. Посмотри на этого типа. Ого. Но надо его на защитника переучивать. Вот этого Бауэра. Абсолютно, конечно. На центрального защитника. Тут у нас кто? Ручдейл. 19-й. Просимулируем. Отчет из Германии. Мы тут, по-моему, вратарей ищем. Точно. И из... Англии любого ищем. Во Франции нападающего. Да. Нет, пока ни о чем. После матчевого интервью провести. Надо всегда это делать. 2-0 выиграем. Варга забивает. И Флеминг. Вот, после матчевого интервью. Ну, так, наверное, надо делать, потому что... Так команда хоть в порядке. Да. Вот эта новая фишка. Я даже про это не знала. По-моему, в той фифе этого не было. Мы на первом месте, ребята. В следующем выпуске, скорее всего, завершим первый сезон. У нас март идет. Ну, все. Да. Надо... Надо закончить эту серию. На такой ноте. В следующем выпуске сыграем с Волсалом. Я думаю, завершим сезон. У нас уже март вовсю идет. Да. Так что и посмотрим, оставит ли нас руководство. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующем выпуске. Пока.